Мы все привыкли к дождю, снегу и даже граду. Это привычные осадки. Но даже самые сильные грозы не сравнятся с некоторыми странными вещами, которые падали с небес. Приготовьтесь к неожиданным сюрпризам. Я покажу вам самые необычные вещи, упавшие с неба. Номер 10. Корова. В 96-м году в Восточном море спасли моряков с затонувшего траулера, когда на допросе их спросили, что случилось с их судном, моряков немедленно посадили в тюрьму. Дело в том, что они дали очень странное объяснение. По словам моряков, с неба упала корова, она повредила траулер, и в итоге он затонул. Моряков держали в тюрьме, пока российские летчики не рассказали японским властям, что произошло. По их словам, команда одного из грузовых самолетов подобрала корову где-то в Сибири, но этому живому грузу не очень понравилось летать, и его сбросили в Восточное море с высоты 9 километров. Но не спешите искать коров в небе, потому что правдивость этой истории вызывает вопросы. Ее неоднократно рассказывали на протяжении 30 лет, и это уже городская легенда. И все-таки подобные истории всегда содержат элемент правды. Так что вполне вероятно, что нечто такое действительно было. Номер 9. Мечи для гольфа. Во Флориде полно полей для гольфа, и там часто можно услышать крик «Фо» и увидеть кучу мечей. Но в 69 году произошло нечто необычное. Даже для Флориды. Во время обычного дождя на город Пунта-Горда упали десятки мечей для гольфа. Они заполнили водосток, газоны и улицы города, а местные жители недоумевали, откуда эти мечи взялись. Пунта-Горда расположен на побережье океана, и там часто бывают водяные смерчи. Как считают ученые, незадолго до дождя торнадо прошел через поле для гольфа, засосал мечи, лежавшие в озере, а затем обрушил их на город. Номер 8. Рептилии. В 2018 году на восток США обрушился взрывной циклон, который принес мороз на побережье, а также первый значительный снегопад в Талахаси за 28 лет. Жители Флориды столкнулись с еще одним странным явлением – замерзшими игуанами. Эти рептилии привыкли к теплой погоде, а так как они хладнокровные, то когда температура опускается, их организм по сути выключается. Из-за этого местные жители натыкались на безжизненные тела игуан, валяющиеся на земле. Когда стало теплее, игуаны внезапно ожили и снова принялись карабкаться по деревьям и наслаждаться жизнью. Более пугающий случай произошел в Южной Каролине в 1843 году. После грозы на улице Чарльстона обнаружили живого аллигатора. Считается, что он мог попасть в город только благодаря сильному ветру, который перенес его. Это объясняет, почему, по словам очевидцев, бедный аллигатор выглядел очень удивленным. Номер 7. Сырое мясо. Никто не ожидает, что на него свалится сырое мясо. Тем не менее, есть несколько сообщений о том, что такое происходило. В 2012 году в Вирджинии с неба упали куски курицы. Они обрушились на девочку, которая ехала на лошади. К счастью, в тот момент на ней был шлем, поэтому она не пострадала. А в 1876 году произошел мясной дождь в Кентукки. Одним обычным утром свежее мясо, если точнее говядина, начала падать с неба. Это длилось пару минут. Мясо было разных размеров, от совсем небольших кусков до 7 см в длину. Такой странный дождь покрыл мясом территорию длиной 90 метров. После этого шли настоящие дебаты о том, как такое могло произойти. Некоторые предположили, что вокруг планеты было мясное кольцо, и некоторые куски упали на Землю, как метеориты. Оба этих события кажутся очень странными, но, как правило, считается, что мясо подбирали птицы, например, чайки, которые затем бросали его, когда им надоедало держать его или когда им было трудно лететь из-за погоды. В любом случае, это мясо нельзя есть людям. Номер 6. Желе. Звездное желе – это липкое вещество, которое обнаруживали по всему миру, в том числе в Шотландии, озерном крае в Англии, в Нью-Йорке, Техасе и других местах. Оно даже послужило вдохновением для фильма ужасов «Капля». Легенда гласит, что звездное желе падает на Землю во время метеоритных дождей, и оно скрепляет метеориты. Однако, на самом деле, все более прозаично. Во время съемок документального фильма британский ведущий взял образец желе и отправил его в Музей естественной истории в Лондоне. Оказалось, что вещество произвело земноводное, скорее всего, лягушка. Также в нем были следы сороки. Ученые заключили, что звездное желе – не космическое вещество, а просто остатки жизнедеятельности лягушки или лягушат, которые сбросила поедающая их птица. Номер 5. Молоко. Когда вас спросят, есть ли у вас молоко, вспомните о жителях города Честер. Они получили больше, чем хотели в 1969 году. Одной из местных фабрик управляла компания под названием Борден. Ее основным продуктом была смесь сухого молока Кремора. Для тех, кто не знает, это такой порошок, который надо смешать с водой, и он заменит молоко. За фабрикой плохо следили, и у нее были проблемы с вытяжными трубами. Периодически они закупоривались, и тогда порошок для смеси попадал в воздух. Как вы понимаете, если это случалось во время дождя, то весь город покрывался заменителем молока. В 1991 году компанию наконец-то оштрафовали за этот инцидент и другие, которые произошли в 60-е годы. Она заплатила 4000 долларов за загрязнение воздуха. Номер 4. Человек. В Калифорнии особенно часто случаются странные падения. Бывают и трагичные. И один из таких инцидентов пережила Мэри Фуллер в 1979 году. Она находилась в припаркованной машине вместе со своим сыном, когда на лобовое стекло рухнуло тело человека. К счастью, Мэри и ее сын выжили и отделались только мелкими травмами. Но они даже не подозревали о том, что стали свидетелями последствия одной из страшнейших авиакатастроф в Калифорнии. Незадолго до инцидента частный самолет врезался в борт авиакомпании Pacific Southwest. Погибло 144 человека. И одна из несчастных жертв этой катастрофы как раз и упала с неба на автомобиль Мэри Фуллер. Номер 3. Деньги. По сравнению с другими инцидентами, этот весьма желанный. Деньги падали на землю неоднократно, в разных городах и странах. Один такой случай произошел в 1957 году. Тогда сотни банкнот на тысячу франков упали на город Бурж во Франции. В 1975 году купюры на 588 долларов приземлились в Чикаго. А в 2017 прохожие в Индианаполисе увидели падающие долларовые купюры. Вероятно, результат неудачного ограбления. Наконец, в 2018 году банкноты на 30 тысяч долларов упали из здания в Гонконге. Правда, это была реклама одного валютного сайта. Но если деньги не для вас, как насчет золота? В 2018 году из якутского аэропорта вылетел грузовой самолет. Внезапно его люк открылся, и почти 200 слитков золота полетели на землю. Они весили почти 3 тонны и в основном приземлились на взлетную полосу. Но самолет не смог сразу приземлиться. И в итоге большую часть слитков так и не нашли. Номер 2. Рыба Рыба особенно часто падает с небес. Так часто, что в Мексике даже есть название для этого явления «Лувия де Песес» или «Дождь из рыбы». По всему миру можно услышать множество историй о рыбах, которые свалились с неба. В 2010 году на город Ладжаману в Австралии два дня падали сотни полосатых окуней, и некоторые из них были еще живы. Считается, что их подняло во время грозы на высоту от 12 до 15 километров. Там они замерзли, а затем рухнули на город. Это был третий такой инцидент за 30 лет в Ладжаману. Но метеорологи не могут это предсказать. В 2012 году на поле для гольфа в нашли тройнозубую акулу. У нее на теле были небольшие раны. Вероятно, от когти птицы, которая схватила ее в Тихом океане. Как ни странно, акула была жива. Сотрудники поля отнесли ее на пляж, и вскоре она уплыла. Так что она мало пострадала. А в 2018 году пользователь Реддита рассказал о рыбе, найденной в саду. Она была красной и очень странной формы. Автор не знал, что это за рыба, но позже ему сказали, что это морской скорпион. Так как пользователь жил на скалистом побережье, вероятнее всего птица поймала рыбу, а затем сбросила или уронила ее вниз. Отмечу, что если вы увидите морского скорпиона на земле, не подходите к нему. Его нельзя трогать без защиты, и он очень опасен. Номер один. Пауки. Наверное, это худший кошмар для арахнофобов, но он может быть реальностью, потому что это весьма частое явление. Видео и фотографии из таких стран, как Бразилия и Австралия, запечатлели воздух полный черных точек. Все это восьминогие создания, которых мы не любим. Есть две причины этого явления. Первая распространена в Бразилии. Там есть паук вида Паравиксия бистриата. Эти маленькие паучки не падают с неба, а делают очень тонкую паутину, в которую ловят свою добычу. Их паутину практически невозможно увидеть невооруженным взглядом, поэтому и кажется, что они падают. Еще пауки могут оказываться так высоко из-за парашютиков, которые позволяют им перемещаться на большие расстояния. Они взбираются на высоту и выпускают парашют, который подхватывает ветер. Таким образом, пауки могут попасть куда угодно. И на своем пути они способны покрыть все вокруг паутиной. Особенно, если их много. Они путешествуют по всему миру и именно благодаря парашютам попадают на острова, которые раньше были им недоступны. Когда в следующий раз пойдет дождь, помните, что с небес могут упасть не только капли воды. Если вам повезет, то это может быть что-то ценное и полезное. Но, возможно, на вас плюхнется что-то очень неприятное. А на вас с неба падало что-нибудь странное? Расскажите в комментариях под видео. Спасибо за просмотр!